Здравствуйте, друзья! Вы смотрите самую-самую утреннюю программу Карл Итан. На календаре вторник, 22 сентября. Этот день с вами встречают Анар Заева и Чингис Катлин. Анар, в чем, на твой взгляд, разница между умом и интеллектом? Неожиданный вопрос. Мне кажется, ум — это способность человека к обучению и восприятию информации, а интеллект — это совокупность каких-то личностных свойств, которые помогают ему ориентироваться в окружающей среде и нарабатываются жизненным опытом. Очень интересная точка зрения. Однако, существуют и другие. Так почему бы не обсудить эти аспекты в нашей сегодняшней программе? С удовольствием чувствую, предстоит что-то интересное. Друзья, мы начинаем. Сегодня в программе узнаем, в Казахстане что бельгийского фотографа поразило. Постараемся выяснить, кто умнее — мужчины или женщины. Увидим оперу «Кармен», побываем на интеллектуальных играх, выпьем по чашечке кофе с гостем. Утро будет интересным. Анар, дорогие зрители, хочу поделиться с вами научным фактом. Доказано, что мозг гениев и одаренных людей функционирует иначе. Одаренные люди гораздо больше, чем другие, используют работу правого полушария, который отвечает за анализ форм и их расположение в пространстве. Похоже, что у них, особенно у музыкальных талантов, гораздо быстрее происходит обмен информацией между двумя полушариями. И, наконец, люди, которых принято считать одаренными, очень часто обладают исключительно развитой кратковременной памятью. Не забываем о том, что мозг можно и нужно тренировать на протяжении всей жизни. Очень полезным для развития серого вещества считается изучение иностранных языков. Последние научные эксперименты доказывают, что люди, знающие больше, чем один язык, отодвигают потерю памяти на несколько лет за счет развития нейронных связей. Так давайте же прямо сейчас пожелаем друг другу доброго утра на нескольких языках. Тем более, что у нас есть знаменательный повод. 22 сентября – День языков народа Казахстана. Поздравляем всех жителей страны. Говорим вам «Хайрлитан». Доброе утро. Гудмонин. Гутен морген. Хайрлитан. Генайден. Боккертоф. Сабханс хайр. Доброго ранку. Мы могли бы продолжать и продолжать, но я предлагаю прямо сейчас ознакомиться с результатами БЛИЦ-опроса, подготовленного Куралой Ташкенбаевой в преддверии Дня языков народа Казахстана. Ежегодно 22 сентября казахстанцы отмечают День языков народов республики. Праздник приурочен к принятию 26 лет назад в 1989 году закона о языках. Это был первый документ тогда еще не суверенного Казахстана, который провозгласил важность знания родного языка. Ко Дню языков народов республики обычно посвящаются фестивали «Недели языков народов Казахстана». Проводятся концерты национальных фольклорных коллективов. Также проходят во время празднования и всевозможные конкурсы, круглые столы, конференции и встречи. В Казахстане сегодня проживают представители более 100 этносов. За годы независимости ни один этнос не утратил свой язык, так как создаются все условия для развития культуры самых малых этнических групп. На сегодняшний день в стране наряду с казахским в школах изучается более 10 национальных языков, проживающих в Казахстане народов. Это дает возможность представителям всех национальных меньшинств республики приобщаться к собственной культуре, истории, получая знания на родном языке. В преддверии Дня языков мы опросили казахстанцев о том, какой язык для них является родным и насколько хорошо они его знают. Какой язык для вас является родным? Казахский. Уйгурский. Грузский. Этнический корейский. Ну, у меня, можно сказать, два родных языка. Русский, казахский, да. Русский. Родной казахский язык, я казашка. Знаете ли вы в совершенстве родной язык? Да, знаю. В совершенстве нет, к сожалению. Нет, знать не знаю, но понимать понимаю. В совершенстве не знаю. Знаю бытовой язык, использую в доме. Один из них только русский, да. Казахским я, к сожалению, не владею. Что вам мешает знать в совершенстве свой язык? Лень. Общения, наверное, нет. То, что я, наверное, в первую очередь училась в русской школе. Как часто вы говорите на родном языке? Ну, допустим, в семье на казахском обычно, в быту на русском. Только дома, в быту. Вот. Ну, разговариваю на русском. Казахский мы как-то особо не, к сожалению, не используем. Когда что-то от детей скрыть нужно с мужем. Только в таких ситуациях. На каких языках вы говорите, кроме родного? На английском. Русский, казахский, всё. На русском и на английском. Русский, казахский, английский. К сожалению, не могу похвастаться, что хорошо говорю на других языках. На русском, ну, понимаю практически всё. На казахском, естественно. На тюркских, уйгурский немножко. Что для вас значит родной язык? Ну, это моя национальность. Это мои традиции, обычаи. Это моя культура. Больше всего, наверное, патриотизм, скорее всего. Это часть нас, где мы с рождения понимаем «апа», «же» слова, да, что это для нас уже как-то по-другому не звучит. То есть это наш язык. Культура, мировоззрение. Твоя идентичность, твоя частичка тебя. Ну, по крайней мере, мне кажется, каждый человек должен знать свой родной язык, да. Ну, язык это всё, это мироощущение. Как-то не придавало значения. Ну, я думаю, что мы должны знать родной язык, поскольку это наша культура, наше наследие, наша история. Ваши поздравления казахстанцам на родном языке. Поздравляю всех казахстанцев с предпочтающим праздником. Желаю вам всем знать свой родной язык и даже больше, чем один. Анар, ты когда-нибудь задумывалась над тем, кто умнее, женщины или мужчины? Честно говоря, не особо, Чингис, но знаю, что учёные разделяют два типа ума – мужской и женский. Так и есть. Считается, что люди с мужским складом ума стараются найти прямое решение без уверток и хитростей, в то время как женский ум нацелен на преодоление жизненных препятствий с помощью окольных путей. Весьма сомнительное утверждение, Чингис, но то, что женщины более восприимчивы к эмоциям и чувствам, однозначно. Да, это безоговорочно. Возьмём, к примеру, Кармен Жоржа Бизе. Это же олицетворение страстного темперамента, женской неотразимости и независимости. Не могу с тобой поспорить, Чингис. Своё право на свободу любви она доказала ценой собственной жизни. К слову, многие отмечают разительное отличие оперной Кармен от её литературного прототипа, созданного Проспером Мариме. Чем интереснее будет узнать, какой видит Кармен итальянский художник, режиссёр и продюсер Франко Дзефирелли. Режиссёрская версия Кармен в рубрике «Концертный зал». Опера Жоржа Бизе «Кармен» в постановке Франко Дзефирелли – это признанный шедевр театрального искусства. Ученик прославленного Лукина Висконти, режиссёра оперного, драматического театра и кино, не раз обращался к репертуару классической итальянской оперы. Широко известны его интерпретации Аиды и травиаты «Верди» – паяца Леон Кавала. Однако опера «Кармен» для Дзефирелли – сочинение особое. Она сопровождает его на протяжении всей его жизни. В версии, сделанной в театре Арина Дзефирона в 2003 году, роль роковой красавицы исполнила обладательница титула «Оперная дива» и самой престижной музыкальной награды гремми – певица Марина Домашенко. Но одной из самых известных версий постановок «Метро» является фильм-спектакль «Кармен» 1978 года с участием оперных звезд Пласида Доминго и Елены Образцовой. Блестящее музыкальное исполнение и масштабная драматургия великого режиссёра превращают эту ленту в любовную историю, в которой роковые страсти оборачиваются трагическим финалом. Пласида Доминго готовился к роли Хозе с особым трепетом, ведь Джузеппе Верди всегда был его любимым композитором. Певец лично принимал участие в создании эскизов своих сценических костюмов, разработанных для спектакля художником Беолей. Репетиции с исполнительницей роли «Кармен» Еленой Образцовой, симфоническим оркестром Венской оперы под руководством дирижёра Карлоса Клейбера и режиссёром-постановщиком Франко Дзефирелли продолжались более трёх месяцев. Результатом творческого тандема мастеров явилась новая версия оперы, ставшая эталоном театрального искусства, получившая любовь и признание публики, высокие оценки ведущих театральных критиков мира и награды крупнейших фестивалей. Есть ещё один интересный термин, на который стоит сегодня обратить внимание. Чингис, как ты думаешь, что такое кругозор? Кругозор, как мне кажется, это круг интересов вне твоей профессии и специальности, то есть это вещи, которыми ты увлекаешься. Чингис, а как можно расширить кругозор? Аннар, смотреть познавательные программы, читать книги, общаться с людьми и самое приятное это путешествовать. Согласна с тобой. Одно дело рассматривать репродукции известных картин через экран компьютера или на страницах книг, и совсем другое дело видеть их вживую. Вот, к примеру, бельгийка Элизабет Каленс раньше о Казахстане только слышала, а приехала сюда и была впечатлена размахом... Впрочем, вы сейчас сами узнаете, что же так впечатлило фотографа. Два месяца путешествия по стране, которая по площади превосходит ее собственную почти в 90 раз. Фотограф Элизабет Каленс ехала в Казахстан за своей давней мечтой – увидеть великую казахскую степь. На колесах и пешком, с фотокамеры в руках, она попыталась объять необъятное, бескрайние казахстанские просторы, заглядывая по пути не только в аулы, но и в крупные города. Когда я услышала от друзей рассказы о живописных казахских равнинах, я буквально заболела этим и решила во что бы то ни стало увидеть степь своими глазами. Она прекрасна, и все мои впечатления от казахстанских встреч только позитивные. В Казахстане Элизабет больше всего поразила разнообразие – городов и весей, природы и казахской кухни, а также мультикультурность нашего многонационального народа. Астана потрясла Бельгику своим масштабом, красотой и модерном, Уральск – напротив старинной архитектуры, озеро Балхаш пленило красотой, Петропавловск и Узкомногорск – холодами, Байконур – космосом, Алматы и Шемкент – южным колоритом и особой энергетикой. Но главное, что увезла с собой бельгийская путешественница – это тепло-сердец гостеприимных и толерантных казахстанцев. Казахстанцы очень дружелюбные и приветливые. Я тысячу раз благодарна им за такую безмерную щедрость. Молодому фотографу удалось не только впечатлить посетителей выставки красотой казахстанских пейзажей, но и разбудить у них неподдельный интерес к нашей стране. Это фото я бы повесила на стену в моем доме, но я бы хотела узнать побольше о той стране и регионе, где есть такие удивительные виды природы. Очень красиво, мне нравится. Для меня это большой сюрприз – такая бесконечность просторов и пейзажей. Сегодня Элизабет Каллинс мечтает вновь. Теперь уже о следующих встречах с казахской степью. В будущем она собирается приехать к нам еще раз, чтобы набрать новых фото впечатлений о нашей бескрайней стране. Наличие ума и интеллекта всегда считалось положительным качеством. Более того, люди с выдающимися знаниями с давних пор становились фольклорными героями. Достаточно вспомнить пословицы на казахском языке. Вот, к примеру, Жахса Адам Аймин Кундей Алим Гебердей. Мудрец, как солнце и луна, всему миру светит. Жахсадан Калма, Жаман Габаспа. К дурню не подходи, от умницы не отступай. Акал Байлак, Азбас Байлак. Ум – богатство неиссякаемое. Безусловно, сложно определить, кто из нескольких человек умнее, сообразительнее и толковее. Мне кажется, такого объективного мерила знаний просто не существует. Однако всегда очень интересно наблюдать за соревнованиями, в которых главный инструмент оппонентов – интеллект. И у нас совсем недавно прошли первые такие соревнования международного уровня. Подробнее в сюжете. Великий Абай говорил, только разум, наука, воля, совесть возвышают человека. Думать, что можно иначе возвыситься, может только глупец. Большинство этих положительных качеств присуще участникам Первого Кубка Евразии по интеллектуальным играм. И наблюдать за тем, как светлые умы ближнего и дальнего зарубежья соревнуются в интеллектуальной гонке – это настоящее культурное и эстетическое удовольствие. Сегодня в игре принимают участие более 39 команд, которые приехали из ближнего и дальнего зарубежья, из более чем 10 стран. Среди них такие страны, как Германия, Азербайджан, Таджикистан, Россия. В Казахстане вообще данные игры проводятся уже около 6 лет. Просто такого большого масштаба, такого большого Кубка еще не было. Максим Паташов, Илья Новиков, Фаек Гусейнов. Соревноваться со знатоками такого уровня – испытание на прочность для любого интеллектуала. А вот Александр Друзь на прошедшем турнире был в составе жюри. Оценивал участников справедливо, в свойственной ему манере – сдержанно, но с юмором. В перерыве между первым и вторым туром игры «Что, где, когда» Александр Абрамович поделился своим мнением насчет того, насколько нам нужны ум, разум и интеллект. Если ты обладаешь рассудком, ты добрый, у тебя есть воля, у тебя есть желание идти вперед и так далее, и так далее, и так далее. Все это невозможно без рассудка. Целью турнира организаторы назвали развитие интеллектуального потенциала молодежи и привлечение внимания к интеллектуальному движению в стране. К слову, интеллектуальный спорт у нас развивается достаточно активно. На сегодняшний день четыре клуба городов Астаны, Алматы, Актау и Караганды являются полноправными членами Международной ассоциации клубов «Что, где, когда». А проведение соревнований такого масштаба в Казахстане – это еще один большой шаг вперед. О результатах прошедших игр и перспективах проведения их на постоянной основе мы совсем скоро узнаем у Валерия Володина, председателя Лиги интеллектуального спорта в Казахстане. Ждем встречи с гостем, друзья. Доброе утро, дорогие зрители. С вами программа «Тайр Летан». И у нас в студии гость Валерий Володин, председатель Казахстанской Лиги интеллектуального спорта. Валерий, доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что пришли к нам в гости. Мы сегодня как бы все утро с чинизмом обсуждаем ум, разум, интеллект. И вот буквально сейчас посмотрели сюжет о интеллектуальных играх, проведенных вот совсем недавно в Казахстане, Кубок Евразии. Расскажите, пожалуйста, каковы итоги? Ну, стоит отметить, что вообще этот кубок относительно сенсационен, потому что впервые в Центральной Азии был проведен такой огромный по-настоящему турнир. Было 42 команды, участники были из 15 стран. Это действительно много. Мы разыграли поэтому Кубки Азии, Кубки Европы. Слава богу, Казахстан так удачно расположен. Мы провели турниры по ряду интеллектуальных дисциплин. Это нам кажется, что что-то можно на вопросики отвечать. А между тем мы сыграли в Брайн Ринг, что где когда, свою игру, хамсу, музыкальную хамсу. В общем, может быть, вам кажется, что это какие-то просто слова, но это по-настоящему интересно. Это то, что заставляет сотни людей, действительно, заставило приехать на наш турнир и часть из них даже выиграть, включая и команды из Казахстана. И не терпится узнать, какие результаты этих игр. Вот два насыщенных дня прошло. Какие мы имеем результаты? Основной турнир по что, где когда, двухдневный, состоящий из 90 вопросов, к сожалению или к счастью, выиграла команда из России, в которой играют знатоки, известные по телевизионной программе. На втором месте вновь команда из России, представляющая все ту же знаменитую телепрограмму, в которой играет магистр игры Максим Паташов. На третьем месте снова знатоки из других стран. Но это в что, где, когда. В то время, как в интеллектуальных играх, типа викторин, где нужно отвечать на вопросы, казахстанские игроки и команда из Алматы, команда Анвара Мухаммедкалиева выступила невероятно достойно. Кроме того, очень радостно, что в общем-то пьедестал призовой в основном был занят представителями наших азиатских команд. Это и Узбекистан, и Туркменистан. И, естественно, наши казахстанские и отдельные игроки, и отдельные команды. Слушайте, на самом деле участников было очень много. Видела даже команды из Германии, по-моему, были. То есть это Грузии, очень много участников. Да, да, да. А какие получили отзывы? Потому что, ну вот, не скрою, что я там имела возможность общаться с некоторыми участниками, они были в восторге, особенно приезжие. Они прям говорят, это так здорово, ну что и рядом, и интересные, и магистры здесь, и масштабы просто впечатлили многих. Какие вы получили отзывы? Ну, по крайней мере, нас стучали по плечу и говорили что-то приятное. Может быть, за спиной сказали еще лучше, но мы искренне довольны сами получившимся результатом. Потому что это было действительно грандиозно. Все знатоки, которые приезжали, как правило, это был их действительно первый визит и в Казахстан, и в Алмату. И их восторги, они вдохновили нас на то, чтобы, в общем-то, не останавливаться на достигнутом. И вновь приглашать все больше людей, представляющих интеллектуальное сообщество других стран, в наш прекрасный город, в нашу прекрасную страну. Интересно, Валерий, узнать, как пришла идея создания этих интеллектуальных игр? То есть, как родился Кубок Евразии, который вот прошел? Ну, дело в том, что интеллектуальное движение в Казахстане развито уже примерно 7 лет. Наша лига интеллектуального спорта существует примерно столько. Все это выросло из студенческих организаций, в которых просто собирались люди, играли в брейдлинг, другие интеллектуальные игры. Но арена растет, и команды начали выезжать в соседние страны на подобные игры. В общем-то, дальше больше. Несколько лет назад мы провели первый небольшой, в общем-то, такой турнир. О Казахстане заговорили на нашей орбите как бы интеллектуального спорта. И это тоже дало ряд толчков для того, чтобы казахстанские команды начали принимать участие, например, в чемпионатах мира. Какова вероятность проведения таких интеллектуальных игр на постоянной основе Кубка Евразии, да, в частности? Я думаю, мы постараемся проводить его каждый год. Но, кроме того, мы уже в этом году успели провести чемпионат Казахстана по интеллектуальным играм, на которые съехались представители, в общем-то, множества городов Казахстана. Вот мне интересно, я бы хотел проверить все-таки свой интеллект, и что для этого нужно сделать, чтобы участвовать, чтобы войти в это сообщество. То есть, как можно, не знаю, слить мероприятие и прийти попробовать себя? Достаточно найти в соцсетях информацию о том, когда проходит следующий турнир, и просто прийти. Валерий, ну мы вот в начале программы пытались понять с чингизмом, в чем разница между умом, разумом и интеллектом. Интересно услышать ваше мнение на этот счет. Ну, думаю, ум и разум, мне кажется, с точки зрения языка это примерно то же самое. В то время как интеллект это уже какие-то накопленные знания. Наверное, это что-то, что уже сформировалось у человека под воздействием прочитанных книг, отсмотренных фильмов, опыта общения с другими людьми, в то время как ум это нечто, данное ему родителями, богом, судьбой и природой, что, в общем-то, составляет его основу. Когда ребенок там хватает кубик и ставит его на другой кубик, это работает, наверное, именно его разум. А в дальнейшем уже он будет накапливать именно интеллект. Валерий Анар, предлагаю прямо сейчас ненадолго прервать нашу беседу, мы обязательно вернемся. А вашему вниманию дайджест зарубежных новостей. Это Сара Моран, жительница Лимы, Перу. Она спасает собак, в том числе и тех, у которых без нее не было бы шансов весело бегать по линии прибоя, безногих и парализованных. Сейчас в частном приюте около 50 животных. Кого-то сбила машина, других просто выбросили на улицу. Я хочу помогать животным. У меня есть друзья, которые присоединились к моему делу. Многие не воспринимают работу нашего приюта всерьез, просто потому что они живут головой, а не сердцем. Шестеро собак из приюта «Собачье чудо» передвигаются с помощью инвалидных кресел. У троих ампутированы лапы. Деньги на лечение и еду Сара берет из частных пожертвований, и их постоянно не хватает. Помогают и волонтеры. Они могут в любой момент прийти, погулять и поиграть с собаками. Иногда даже забрать питомцев домой. 140 миллионов лет назад здесь прошел динозавр. В Нижней Саксонии немецкие археологи обнаружили длинную цепочку следов древнего обитателя Земли. 90 отпечатков гигантских лап диаметром более метра каждая растянулись на 50 с лишним метров. Рассказывает руководитель раскопок Бенджамин Инглиш. «Самое удивительное в этой находке – длина следов и отличная сохранность. Отпечатки принадлежат огромному динозавру. Такого скелета еще ни разу не находили. Значит, мы имеем дело с ранее неизвестным видом. Каждый след глубиной примерно 40 сантиметров. Прошедшее здесь много веков назад существо, по оценкам ученых, должно было весить около 30 тонн. Археологи предполагают, что отпечатки оставил представитель группы завроподов – четвероногих травоядных динозавров с длинными шеями и хвостами. И произошло это около 140 миллионов лет назад. Именно в то время вымерла большая часть древних ящеров. Ученые считают, что эта находка поможет пролить свет на одну из самых таинственных страниц в истории Земли. Вновь доброе утро, друзья. Мы продолжаем беседовать с Валерием Володиным, председателем Казахстанской лиги интеллектуального спорта. Мы говорили с вами о первом международном кубке Евразии. Это интеллектуальные игры, которые с успехом, с большим размахом прошли у нас в Казахстане. Я знаю, что вы принимали участие. Да. Мы сейчас хотим вам предложить принять участие тоже в небольшой интеллектуальной игре на троих, на нас. Проблема в том, что мы с Чингизом знаем ответы на вопросы. Поэтому после того, как мы вам зададим три каверных вопроса, давайте вы, может быть, нас тоже чем-то удивите. Мы постараемся ответить вам. Что, кто будет первым? Итак, давай, Нарте, первая задаешь вопрос. В принципе, я думаю, что эта загадка, она так, знаете, мелькала на просторах интернета. Будет такая сразу подсказка на английском языке. В лондонском метро можно найти такую надпись. Земля без искусства только... И закончить надо ее. Так, 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 давайте подумаем. Если в лондонском метро, значит, естественно, на английском языке... Earth without art. Так, и... Да, эх, так, и... То есть, как бы, вроде как и ничего. Earth without art is э. Это было очень... я вижу просто... Валерий, ставшая крылатой фраза считается атрибутом этого персонажа. Но в литературном оригинале персонаж эту фразу ни разу не произносил. Ее придумали создатели экранизации. Чингис, ну это же элементарно. Элементарно ватсин эта фраза. Мы никого не удивим сегодня. Ну-ка попробуем. Значит, о чем идет речь? Внимание, вопрос. О чем идет речь? Два по одиннадцать, четыре по семь, и еще пять, а всего в итоге шесть. Может, вам ручку с листочком? Да, я смертный гуманитарий, который не умеет читать. Итак. Попробуем еще раз два по одиннадцать. Два по одиннадцать, четыре по семь, и еще пять, а всего в итоге шесть. У вас есть одна минута, Валерий. Это прекрасно. Пожалуй, буду молчать всю эту минуту. Запускаем нашу лошадь на нашем круглом столе. Да я никогда не отбываю. Но тогда, возможно, счет все-таки будет 2-1 в пользу ведущих. Ну, в смысле, 2-1 в вашу пользу, но у ведущих будет хотя бы одно очко. Потому что речь идет о днях недели. Понедельник – 11 букв, вторник – 7, среда – 5 букв, четверг, пятница, суббота – по 7 букв, воскресенье – 11, а в итоге получаем неделя – 6 букв. Это прекрасно. Поздравляю. Смогли удивить чем-то. Валерий, ну давайте, я думаю, чтобы было честно, вы нам тоже задайте вопрос. Может, из-за тех, что прозвучали на кубке. Вам и всем, в общем-то, телезрителям я задам любимый вопрос Александра Друзья, который он задает всем людям, которые хотят играть в что, где, когда. И как бы этим вопросом он проверяет. Поэтому, если встретите друзья, то сможете легко, наверное, ответить на его вопрос. Звучит он очень легко. Если черепаха зеленая, то кто кот? Время. Вы можете обсуждать, уважаемый ведущий. Черепаха зеленая. Ну понятно, кот может быть черный, белый, серый. Кто кот? Кто кот? Мы всегда, для нас важно в играх выйти как бы из плоскости. Попробовать, так сказать, накидывать какие-то варианты. О чем может быть вопрос? Вспомнить, например, всех возможных черепах. Там вспомнить, почему они зеленые. Черепашка-ниндзя. Черепашка-ниндзя. Это все черепахи, которых вы легко вспомните. Черепаха-тортилла. Базилио? Нет, ну не знаю. Причем для Чингиза, как для актера театра и кино, возможно, этот вопрос очень должен быть в жилу. Ну давай. Какую вы черепаху назвали, кроме черепашек-ниндзя? Тортилла. Тортилла. Какие еще ассоциации с черепахой-тортиллой у вас есть? Буратино. Вокапот-базилио. Возможно, вы помните фильм про приключения Буратино? Где черепаху играла? Рина Зеленая. Рина Васильевна Зеленая. А кто играет Кота, значит, нужно назвать имя актера, который называет Кота-базилио. И это... Панк Александр... О, нет. Кто играл? Нет. Это другой чудесный режиссер и Ролан Быков, собственно. Поэтому правильный ответ. Быков. Быков. Да. Что же можно сказать по итогам нашего первого единственного тура победил Валерий Володин. Никто в этом не сомневался. Аплодисменты. Вы были блестящие, ребята. Блестящие. Спасибо, что вы нас пытаетесь поддержать. Валерий, на самом деле, спасибо вам большое, что вы пришли к нам в студию. Просто покорили нас этим вопросом. И теперь, конечно, будем задавать его всем. Всем. На нашей студии. Всем. Тем временем ваши утренние пожелания зрителям. Да. Поскольку символ нашей игры сова, и в основном мы действительно совы, нам тяжело просыпаться по утрам. В это чудесное утро, дорогие телезрители, я хочу пожелать вам легкого пробуждения и, в общем-то, ровно такого же легкого дня, наполненного новыми знаниями, новым опытом и бесконечным счастьем. Только так жизнь будет для вас и разумной, и красивой. Спасибо вам большое. Лучше и не скажешь. На самом деле, Валерий, спасибо вам большое. Это одна из тех встреч, после которой остается такой приятный осадок и еще и какой-то плюсик у нас в интеллекте. Мы вам даже желаем всех успехов. Спасибо вам за ту деятельность, которую вы делаете. Спасибо вам. Друзья, напоминаю, что сегодня в гостях программы «Кайрлы Тан» был Валерий Володин, председатель Казахстанской лиги интеллектуального спорта. Друзья, спасибо, что встретили утро с нами. Программа «Кайрлы Тан» подошла к концу. Для вас работали Чингис Капин, Анар Заева и вся наша творческая команда. Продолжайте всегда тренировать ваш ум, развивать интеллект, расширять кругозор. Ведь, как говорят в народе, «Акл армаз, алтен шеремес». Золото ржавчина не боится, а мудрость забвение. Встретимся завтра в это же время. Кайрлы Тан.